Недавно в Греции произошло событие, которое облетело весь мир. Оно оказалось просто сенсационным, потому что никто не ожидал, что нечто подобное возможно в цивилизованной Европе. А и тем не менее это оказалось возможно. На клубничных плантациях Пелопоннеса произошел расстрел рабочих, потребовавших выплаты задерживаемой им заработной платы. Люди собрались вокруг менеджмента для того, чтобы получить свою заработную плату за полгода. Но, действительно, им должны были, похоже, еще больше, поскольку прежде с ними расплачивались мертвыми чеками, которые никто нигде не мог обналичить. Эти рабочие были не европейцами, это были бангладешцы, большей частью. И когда мы видим греческую клубнику на прилавках российских супермаркетов, мы должны точно представлять себе, что эта клубника собирается в Европе руками выходцев из стран Азии. Это могут быть пакистанцы, могут быть индусы, бангладешцы. Так или иначе, эти люди находятся в Европейском Союзе совсем не в том положении, в каком должен находиться человек в соответствии с нормами организации объединенных наций, в соответствии с тем, что у него есть права человека. В Евросоюзе существует жесткая система дискриминации, и эти люди находятся на самом дне. Они живут в деревянных каких-то шалашах или в постройках из целлофана, они работают по много часов, и они не получают подчас заработную плату, что, в общем-то, роднит, как мы видим, Европейский Союз с Бразилией 19-го, начала 20-го века. То есть мы наблюдаем, что в Европе существует третий мир внутри первого, и этот третий мир очевиден, и против этого третьего мира используются те же самые приемы подавления, которые применяются в настоящем третьем мире. Что произошло? Менеджмент открыл огонь, и 30 человек были ранены. Они отправились в больницу. Греческое правительство снизошло до того, что заявило, что оно не будет депортировать пострадавших. Чем закончится дело, пока сказать очень сложно, но один из участников расстрела проходил по другому делу. Он занимался истязанием рабочего египтянина, которого привязал к машине или мотоциклу и тащил по асфальту. Герой греческой клубничной индустрии вышел на свободу, точнее говоря, и не был задержан, и это дело так и не расследовано до конца, и суда по нему еще не было. Но зато он успел принять участие в клубничном расстреле. Вот такое событие произошло в Европейском Союзе, что, на мой взгляд, должно несколько изменить наши привычные представления о цивилизованной Европе и о Европейском Союзе вообще, потому что это возможно не только Греция, это возможно и в других странах. Такова сегодня Европа. И если вы заметите кровь на клубнике, купленной в каком-нибудь из московских супермаркетов, вы можете точно знать, откуда этот продукт.